Всем привет, с вами Игорь Кобзарь, связующий волейбольного клуба Зенит. Сегодня я отвечу на ваши вопросы с хэштегом Спроси Зенит. Уважаемые болельщики, вы задали Игорю более 300 вопросов, и чтобы вы получили больше ответов, мы решили разделить сюжет на две части. Новогоднее видео, в котором Игорь ответил на ваши праздничные вопросы, вы без труда найдете на нашем канале. Сегодня же вашему вниманию вторая часть ответов на самые популярные и интересные вопросы. Вопрос от Зенит ТВ. Игорь, привет. Привет. Отгадай, какие самые популярные вопросы тебе задавали, и заодно ответь на них. Там было много вопросов по моей дружбе с Леоном. Да, на самом деле мы дружим с Леоном. Конечно, мы над друг другом подшучиваем, мы живем с ним в одном номере, но один из самых популярных, почему твой игровой номер 13. Все просто, мой отец тоже играл в волейбол и на достаточно высоком уровне, тоже играл в командах Суперлиги и как раз таки играл под номером 13. Еще один из популярных вопросов про мои забеги, про мою эмоциональность. Все это началось, наверное, с прошлого Кубка России. Я каждым своим выходом доказывал тренеру то, что я хочу и могу играть в составе. Это меня заряжает и помогает мне справляться со стрессом во время игры. Думаю, чем старше я буду становиться, из этих забегов будет все меньше. Какой совет вы дадите всем начинающим волейболистам? Если ты сильно этого хочешь и стремишься к своей цели, то, я думаю, у тебя все получится. И это касается не только волейбола. Главное, любить свое дело и делать это с удовольствием. Пшен. Пшен ушел, блин, у меня настроение изменилось. Пшен-то хикикает за кадром, сразу весит. Какими иностранными языками вы владеетесь? Никакими языками не владею, даже по-русски говорю с ошибками. По-английски тоже чуть-чуть разговариваю, но на таком слабейшем уровне, что меня, по-моему, кроме Леона никто не понимает. Александр Мацкевич. Игорь, вы говорили, что Сергей Тетюхин был вашим кумиром детства. Каково играть против своего кумира? У меня еще есть фотография с ним, когда я совсем маленький. Я еще тогда волейболом только начинал заниматься, и вот я сфотографировался с ним, а потом удалось провести с ним время даже в одной команде. Это, наверное, больше всего на меня повлияло и запомнилось. Это счастье играть со своим кумиром детства. Лисан Хабирова. Здравствуйте, Игорь. На вашем последнем домашнем матче в Казани я первый раз встретилась с вами лично и до сих пор полна эмоций. Было ли когда-нибудь что-то такое удивительное, что делали для вас болельщики? Приятный вопрос. Спасибо большое. Мне тоже приятно встречаться с болельщиками, с поклонниками. Именно для них мы играем для зрителя, чтобы вам было интересно. Дарили какие-то сладости, какие-то подарки, но мне приятно прежде всего, когда у меня просят сфотографироваться, ставить автограф на какой-нибудь моей фотографии. Настя Шпак. Игорь, почему вы такой классный? Алья Галиульна. Были ли такие болельщики и болельщицы, которые вам запомнились? Если да, то чем? Карина. Игорь, как вы относитесь к вашим поклонницам? Нравится ли вам, что они пишут, добавляют ваши фотографии? Не смущает это вас или вашу жену? Следующий. Мария Филиппова. Почему я люблю игру Игоря Кобзаря? В общем, это были вопросы от поклонниц. Да, спасибо за поддержку, но я думаю, моей жене это не очень все нравится. Но, а мне я не скажу, что это не нравится и тоже не скажу, что нравится. Просто это меня смущает. Но я ни в кого в друзья не добавляю все равно. Самат Гатауллин. Игорь, вы согласны с утверждением, выигрывает команда, а проигрывает связующий? Да, полностью согласен, потому что он может выбрать то или иное направление атаки, тот или иной рисунок игры. И только он может что-то изменить. Он и тренер. Анна Пак. Игорь, с какими словами вы идете по жизни, как поддерживаете себя в сложных ситуациях? Мой девиз по жизни это поступать так, чтобы потом не было стыдно. Станислав Некрасов. Мой тренер говорит, что я когда пасую, мяч летит по-особенному. А как вам говорил ваш первый тренер? Классный вопрос, мне тоже нравится. Если так тренер говорит, это на самом деле что-то значит. Я думаю, нужно развивать в себе эти качества. И может быть на самом деле. Опять же, если сильно захотеть, то получится. Будешь связующим. А, все. Я думаю, этому человеку будет приятнее всего получить презент с моим автографом. И это Лисан Хабирова. Что она увиделась со мной вживую впервые. Поздравила меня с Новым годом. Я думаю, ей приятнее всего будет. Блин, ну если я специально для Лиса напишу, я, наверное, испорчу всю майку. Некрасиво получишь. Анюта, поздравляю тебя с днем рождения. Я очень счастлив, что встретил тебя. Я очень сильно тебя люблю и дорожу каждой минутой с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...